Всем привет! На связи Даша Монакова, и это сонграйтерский вокальный музыкальный канал Изи Мьюзик. Не переключайся! Ну что ж, я не стала исключением, и придется как-то задеть этого исполнителя. И это будет полный разбор вокальной техники казахского певца Димаша Кудайбергена. Твою молодец, произнесла как правильно. Разберем его сильные и слабые стороны. Да, ребята, там есть слабые стороны, но об этом мы поговорим намного позже, поэтому не переключайтесь и смотрите до конца. Димаш еще совсем молод, ему всего 25 лет, но успехов не счесть. Лично я его считаю, правда, безумно талантливым и музыкальным парнем. Он участвовал в славянском базаре, занял второе место в китайском шоу Singer, где, между прочим, участвовала сама Джейси Джей и Поля Гагарина. Джейси Джей! У него шесть октав диапазона. Шесть! Вы вообще знаете кого-то с шестью октавами диапазона? От ля контр-октавы до рэ пятой октавы. Как такое возможно? Такие звуки разве можете сдавать человеку? Это же ангел! Я думаю, это неудивительно, ведь мама Димаша была певицей. У него абсолютный слух, несколько образований, да еще он мультиинструменталист. Когда он начал играть на барабанах, я просто офигела. Обобщая, его называют музыкальным божеством наших дней. Так ли это? Давайте посмотрим. Хоть у него диапазон шесть октав, но он ощущается больше как тенор, больше как такой контр-тенор. Он поет достаточно высоко, и видно то, что ему петь высоко гораздо удобнее. Очевидно слышна классическая школа. Об этом говорит его прикрытие звука и позиционирование на низкой гортане. Очень-таки округлые звуки получаются, глубокие. И да, он же учился на кафедре классического вокала, поэтому неудивительно. Но при этом всем он классическую школу свою разбавляет некими интересностями современными. Например, это звук с воздухом. Ему достаточно удобно пользоваться этим звуком, так как в голосе превалирует тонкая масса. Опять же, тенор и классика. От этого могут быть либо очень нежные, воздушные верхушки, либо очень пробивные верха. И, следовательно, он легко уходит на микс. Причем в разных направлениях, как ротовой, так и более назальный. И достаточно высоко. Иногда в его нотах присутствует некий роковый стиль. Это от назального микса идет. То есть парень знает, что такое тванг. Он вполне осознанно пользуется этим твангом и, в принципе, без перебора. Кстати, о тванге я сделала отдельное видео. Ссылочка будет наверху или в описании. Скорее смотри. У Димаша достаточно неплохая мелизматика, но в рамках современной музыки она не очень сложная. Мелкую он не использует, так как изначально у него тип вибрато немножко другой. Про вибрато я сейчас расскажу. То есть это не какой-нибудь там тоникс. Это Димаш, но тут все обусловлено классической школой. Лично для меня в классической манере это не очень органично слушается. Но почему нет? В музыке нет границ, и если он это использует, why not? Брейки. Чистый приемчик у современных исполнителей. Он у Димаша выходит хныкающий. Слушается достаточно интересно. Свисток. Вот тут я была в шоке. Это большая редкость у мужчин. В классике его называют флейтовый регистр. Он реально очень высокий. Казалось бы, у мужчин более низкие голоса от природы, и для них, ну, свистковый регистр как-то ненатурально смотрится, да, в отличие от женщин. Но на самом деле это не так. И когда звучит свисток, вы просто теряете какую-то концентрацию, кто это поет, женщина, мужчина, человек ли это вообще. То есть нечто космическое такое происходит. Вы даже реакцию посмотрите, когда он эти свистковые ноты издает. Реакция у людей просто what? What are you doing? В анатомии связок в свистке вибрирует только задняя половина связок. Если длина меньше, то звук будет выше. Вибрато. Вибрато Димаш использует везде. Любая длинная нота у него сопровождается хорошим вибрато. Причем, опять же, на классический манер. Так как в академическом вокале вибрато есть всегда. То есть если у тебя нет вибрато, то ты не академический певец. У Димаша оно не такое частое. Вибрато промежуточной частоты. Низы он затрагивает. И в принципе они достаточно густо у него звучат. Но он долго на них не сидит. Прям максимально какая-то там фраза, либо куплетик. Как я сказала раньше, Димаш поет достаточно высоко в основном его диапазоне. И низкие ноты он использует чисто для украшения. Чтобы показать, насколько он техничен, эмоционален. И реально, контраст это, конечно, очень удивляет. Потом еще в свисток выйдет, так вообще просто. Также Димаш очень хорошо чувствует себя в более вокальной музыке. Где можно показать свой вокал. Где нужен прямо распевный звук. Это очень хорошее качество. И не каждый так может. Это классическая музыка. Либо какие-то баллады, либо кроссоверы и так далее. И, кстати, я думаю, Димашу очень повезло. Когда я изучала его выступление, я была крайне удивлена, насколько у него сплоченная фан-база. Спасибо большое. С вашим позволениям. Постоянно с плакатами. Постоянно с цветами. Прямо, ну реально, как Филипп Киркоров уже. Зачем это? Заря! Скажу одно, что любому артисту это безумно приятно. И это очень мотивирует. Поэтому так держать. Переходим к нашим минусам. Вокальных минусов у меня не очень много. Так как я сказала, что Димаш очень талантливый вокалист. Но есть один минус. Димаш не умеет петь в современной стиле. Или черные стили, такие как фанк, армби, сол или хип-хоп. Слушайте сами. Ну, давайте откровенно. Классическая манера в такой музыке неуместна совсем. Микс — да. Назальность — да. Но не опера. Это, знаете, когда приходит певец, ну лично там ученик, да, приходит с классической школы, говорит, вот, мой преподаватель всегда говорит, что типа опера и академический вокал — это шикарная база, и вот с ней можно петь всё, что угодно. Нет. Есть стилистические нюансы, стилистические особенности, чтобы петь такие стили. Да, академическая школа — это хорошая база для академической музыки, но она никак не поможет вам петь другие стили, потому что есть стили, которые требуют грува, требуют ритмики, требуют каких-то определённых коротких фишек. И там, по сути, не нужно такое пение, там не надо распевать. И вот в этом примере вроде он хорошо начал, но потом опять этот округлый звук. Ну что ж такое? Да, мне могут сказать, что это его отличительная черта. Индивидуальность. Но я скажу, камон, эту музыку придумали чёрные и не от хорошей жизни. Это их культура. И там не так всё просто, как кажется. И если замахиваться на такую музыку, на такие стилистики, то здесь не надо пропевать всё. Вспомните Джеймса Брауна. Ему было пофигу. Он танцевал, просто выкрикивал эти фразочки достаточно звучные и ничего не пропевал. Тут надо чувствовать грув, надо качать, да и в принципе чувствовать в общем. Понимаете? То есть это должно быть вкусненько. И каждая вокальная фишка должна что-то означать. Тут не должно быть перебора. Если вас кто-то обидел, вы хотите ему ответить. Вы же не скажете, Может, в классической музыке вы так скажете, но точно не в фанке. В фанке вы скажете Эй, иди отсюда! Но не проваливай! А второй момент. Плохое произношение. Да, мне сложно судить, так как я русская. Но дело даже не в этом. Оно реально плохое, потому что он просто неправильно произносит слова. И пофиг на акцент. Это простительно. У каждого человека из других стран не англоговорящих есть акцент. Но ошибки в тексте непростительны. Даже знаете, как-то странно. Он выступал на таком большом шоу. И ему что, не могли поправить английский? Вон, Полина Гагарина тоже участвовала в Сингере. И учила песню на китайском. Рыдала, страдала, но выучила и выступила с ней. Обычно артисты работают с коучами. Это нормальная практика. Это прямо огромный минус. Особенно саптаун-фанком. Ну нет, просто согласитесь. Я сидела вот так. Можно было выучить слово pretty или pretty. Но никак не petty. Petey. Это уже вообще другое значение. Я не была на концерте Димаша. Я просто пересмотрела кучу разных роликов. Но многие мои знакомые жаловались на плохой репертуар и перебор с вокалом. Круто за концерт показывать 7 вокальных песен из 15. Но если во всех 15 показывать свой офигенно крутой вокал, от этого может устать не только слушатель, но и сам вокалист. И другой момент. Плохой репертуар — это или кавера, или песни Игоря Крутого. Я ничего не имею против ни того, ни другого, но поясню один момент. Это чисто мое мнение. Он бы мог стать новым Сэммон Смитом, новый Селин Дион, новый Ларри Фабиан. Он вполне может выпускать хорошие вокальные альбомы, как у этих артистов. То есть показывает свой вокал. А вокал у него правда хороший. Да и сам он приятный, малый, очень харизматичный. Но выступает на телеканале «Россия-1» с песнями Игоря Крутого, да еще и под фанерой. Спасибо большое. С вашим позволения я бы хотел сказать пару слов и выразить огромную благодарность. Да, есть грешок. На Первом канале на России постоянно выступают под фанеру даже хорошие певцы. Это может быть пререкорд, либо фонограмма оригинальная. Я не знаю, с чем это связано, но опытное ухо всегда это услышит. Хотя, по словам бабушки, Димаш всегда поет вживую и никогда не использует фонограмму. Ему нужны международные контракты, потому что грех не воспользоваться такими вокальными возможностями. По моему видению, я вижу его либо как Митрепко, оперником, или же как Селин Дион или там Лара Фабиан. Я не говорю, что он должен быть как они. Он может сделать свой стиль, но просто сам путь развития может быть такой. Димашу нужен хит, и желательно на английском предпочтительнее, потому что английский язык это на всемирный рынок. Это большие деньги и много фанатов. Выпускал бы балладные поп-альбомы, как эти исполнители. Да и потом, что мешает ему выпустить более классический альбом, например. Но хиты нужны обязательно. Селин Дион бы никто бы не узнал, если бы она не выпустила хит My Heart Will Go в Титанике. Да, это балладная поп-музыка. Там есть очень много возможностей показать свой голос. Как и Адель, и Фабиан, и Стрейзен. Раз он настолько крутой, зачем ему крутой Игорь? Но тут риторический вопрос. Нужны ли ему вообще хорошие песни, репертуарии и международные контракты? Может, ему и сейчас очень комфортно. Он популярен в СНГ и в Азии. И этого достаточно. Но я сомневаюсь, певцы, особенно те, которые чего-то уже добились, они амбициозные люди. И амбициозным всегда недостаточно. Я уверена, он бы хотел стать великим музыкантом. И при этом всем ему ничто не мешает также выступать в родной стране и петь песни на родном языке. Просто обидно, что приходится петь под фанеру на песне года, либо на золотом граммофоне, а не на Грэмми или на Оскаре вживую. Как-то так. Я не люблю юлить и всегда стараюсь смотреть правду в глаза. И если вам нравятся мои честные ролики, подпишитесь, пожалуйста, потому что это очень важно для меня и для этого канала. Ваши подписки мотивируют меня на новые классные ролики. Ставьте лайк, пишите в комментариях, как вам вокал Димаша, нравится ли вам Димаш. Может быть, вы его фанат. И напишите, чем он вам нравится и согласны ли вы со мной. И увидимся в следующих роликах. Не пропустите. Пока.